Попробую сложение десятичных дробей, очень люблю математику, преподаю её и вот попробую с вами провести дистанционный урок на сложение десятичных дробей. Начнём с задачки. Три друга Коля, Витя и Миша решили купить шайбу, которая стоит 1 рубль. У Коля и Вити было по 0,25 рубля, а у Миши 0,45 рубля. Будут ли они вечером играть в хоккей? Ребята, какое действие для решения этой задачи нужно использовать? Кто знает, ставьте галочки. Ой, какие молодцы, сложение, здорово. Конечно, нетрудно было догадаться по теме урока, будем заниматься сложением. Так, двигаемся дальше. Нам Коля, Витя и Миша приготовили сюрприз в виде решения. Нам остаётся только, вот ошибку вижу, остаётся обвести правильное решение задачи. Правильное решение задачи. Напомню, у мальчиков двоих было по 25 копеек, у одного 45. Хватит ли из столбиков выделить правильное, правильно выполненное и записанное, правильно выполненное сложение. Столбики, которые высвечиваются. Какой будет правильный? Это, этот столбик сложения, этот или этот. Вот, мнение разделились. У кого-то будут играть, а у кого-то нет. И будут или нет. Вау, мнение опять разделились. Здорово. Ещё раз прочитаем текст задачи. Три друга, Коля, Витя и Миша решили купить шайбу, которая стоит рубль. У Коли и Вити было по 25 копеек. То есть у каждого было по 25. А у Миши 45. Будут ли они вечером играть в хоккей всё-таки? Отведите, пожалуйста, правильный ответ. Нет, денег не хватит. Как же так? А сколько же, может быть, вы напишите, сколько же у них вместе, втроём денег-то? Да, у них вместе всего 95 копеек. Конечно, им не хватит денег. Молодцы. Переходим к следующему этапу нашего занятия. Вставьте в пустые квадратики цифры так, чтобы получились верные равенства. Первый пример. 46,23 плюс 41 целое. Догадались. Молодцы. Ой, как активно работают. Не умею, ведь вот я не вижу, кто это работает. Видим, просто видим цвет. Так. Ну, в чате, видимо, нужно поставить, согласны ли вы с предложенными вариантами. 5, 9 и 5. Вау, сколько плюсов. Молодцы. Хорошо умеем складывать десятичные дроби в столбик. Хорошо, двигаемся дальше. Правило сложения десятичных дробей. Давайте попробуем сформулировать его. Как правило, мы учим детей, чтобы сложить две десятичные дроби столбика, нужно первое, то, второе, это, третье, это. Пожалуйста, с помощью маркера соедините, значит, правый столбик с левым, так, чтобы можно было прочитать правильно правило сложения десятичных дробей. Правильно, такое есть мнение, чтобы подписать одну дробь под другой, затем сложить, не обращая внимания на запятую, и в полученном результате запятую поставить под запятой. Замечательно. Вот, первый опыт преподавания. К сожалению, у меня не получилось сделать опрос, потому что просто я увидела, что сегодня три часа желающих выступать очень мало. В спешке начала делать опрос, что-то там с паролем у меня, поэтому извиняюсь, что нет опроса, но понравилось ужасно. Если успею, то обязательно выступлю еще раз. Не будьте, пожалуйста, ко мне очень строгими, я хотела действительно чему-то научиться, но вот тут много столько событий разных в жизни, причем ежедневно. Если кто участвует из преподавателей и учителей, знают, что завтра заканчивается Олимпиада Фоксфорд, то где...